Иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц-полтора-два назад, иллюзий не должно было быть. И я считаю, что ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые, как я уже говорил, многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего, конечно, карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе, и стран регион Армении и Азербайджана. И, конечно, разблокирование всех коммуникаций, транспортных, экономических, должно сыграть огромную позитивную роль для возрождения этого региона, в том числе, конечно же, для подъема экономики Армении, которая страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турецкой республики. Сейчас, в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении. Так что я уверен, что если мы будем выполнять все то, о чем договорились, а пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности, выиграют все, все окажутся в выигрыше. Продолжение следует... Продолжение следует...